Всем здравствуйте! Личная жизнь медийных лиц порой слишком открыта для общества. Разумеется, не все селебрити любят, когда обсуждают их детей, семью, любовные связи. Ведь желтая пресса никого не щадит, а подробности порой звучат преувеличенно и жестоко. Неудивительно, что многие предпочитают умалчивать о своих тайнах. Не исключением стал и Евгений Попов, ведущий программы 60 минут. Казалось бы, его можно разговаривать на любую тему, но как только речь заходила о семье, он менялся в лице и замолкал. Но, как показывает практика, отсутствие информации лишь подогревает интерес СМИ. Они начинают настоящую охоту в надежде поймать пикантный кадр и выставить его в неприглядном свете. Будучи еще неопытным, ведущий поначалу охотно делился информацией о своем первом браке с Анастасией Чуркиной. Уже в первую неделю совместной жизни отношения начали трещать по швам. Они казались настолько несовместимой парой, что видеть их вместе уже было удивительно для публики. Есть версия, что по-настоящему полюбить можно только человека, полностью противоположного по духу и мышлению, видимо, так у них и случилось. Поначалу они были так счастливы. Казалось, всему миру готовы были рассказать о своих безудержных чувствах. Их стойкости можно даже позавидовать. Они год терпели друг друга, пытаясь спасти брак. Но все оказалось безуспешно. Если о счастливых отношениях они готовы были поведать всем, то о причинах расставания молчать решили оба. Версии развода были самые невероятные. Одни говорят, что муженек лишь делал вид, что без ума от своей невесты, а на самом деле ездил на отдых и с другими красотками. Другие считают, что авторитарный нрав отца девушки не давал покоя паре. Сейчас в жизни Евгения, похоже, действительно все хорошо. С новой пассией Ольгой Скобеевой их объединяют менее пылкие, но более нежные и крепкие отношения. Посмотрим, сколько продержится их брак. Может, со второго раза судьба действительно им улыбнулась. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока-пока.